Так, бабы, наш завтрак, в общем, в последнее время он выглядит именно так, мелкие там уже поднывают, потому что хочет жрать. Короче, быстренько рассказываю, так как у нас тут все зожники, диетчики и так далее, там еще приехала наша тетя Руза, поэтому у нас три взрослые тарелки, и с появлением фруктов мы завтраки делаем такие, сильно кайфовые, но диетические. Значит, сегодня у нас белковый омлет или яичница, я вот все путаюсь, не понимаю, как по-русски это называется, потом огурчик свежий и тост с авокадо и сыром. Также у нас на десерт свежие фрукты, сейчас мы обожаем ягоды, арбузы, в общем, все, что можно купить, все, что вкусное, сочное и сладкое. Они какие-то прям гипервкусные в этом году. И также, что касается ребенка, ребенок в последнее время любит все, как у родителей, поэтому на завтрак особенно мы ему предлагаем взрослую тарелку, и, что касается его стульчика, он не всегда остается в своем стуле, потому что ему также хочется сидеть, как родителям, на диване. Если уж совсем орет и хочет сидеть рядом с нами, то мы его просто переселяем на диван, и он на подушке сидит и ест свой завтрак. Тут у него на тарелке в нашей семье так называемые папины конопышки, потому что папа у нас сильный педант, и он мелкому тосты резал маленькими-маленькими кусочками и даже срезал корочку, чтобы ребенку было комфортно есть. Ну, мать не такая гуманная, поэтому у нас корочка, и в целом пусть тренируется. У него точно так же, как у нас, омлетик, огурчик. Так, ты уже хочешь жрать? Сейчас, котенок, подожди, все будет. Потом, если он захочет, у нас будет... Ну, сажай его, зайка. У нас будет творожок. И в целом принцип такой, что на столе всякое разное, ребенок выбирает то, что он хочет есть. Утром он до вот этого завтрака, как только просыпается, он выпивает у меня вот ряженку детскую. Ее очень любит. Поэтому завтрак весь он, ну, часто не съедает. Да и в целом, сейчас, когда жарко, и ребенок подрастает, я не заставляю его съедать тарелку вот прям до конца. То есть вот сколько он есть хочет, столько он съедает. Я от него отстаю, даю ему пять, поцелуйчик, и аплодируем, что ребенок молодец, поел. Да, котенок? Ну, все. Ты уже приступил. Огурчики он любит. Ну, и в общем, ест он все абсолютно так, как родители. Поэтому, ну, готовить для нас стало намного легче. И для нас, конечно же, кофе. Рузита моя молочку не употребляет больше. У нее грустный черный кофе. Ну и ладно, пусть мучится. Так что все. Всем нам приятного аппетита. Увидимся во время обеда. Субтитры подогнал «Симон»! Приступаю к обеду. У нас обед сегодня будет, обед два блюда. Это для взрослых. Значит, у меня здесь говядина. Я ее буду сильно тушить, долго и упорно. Что мне для этого понадобится? Лук, из которого я сделаю шапку. На него немного сливочного масла. Ну, конечно же, для детчиков это не самое лучшее на свете. Но, тем не менее, чтобы мясо таяло во рту, ну, добавим. По-хорошему, тут еще сахара надо и уксус. Но этого я добавлять не буду. Потом я запеку кабачки и добавлю соли чуть-чуть. И вот эта водичка тут 100 мл буквально это для мяса. Ну, и также зелень туда добавлю в самом конце. Тушиться это все будет где-то 2-2,5 часа. Думаю, да ухватит. В общем, буду смотреть по ситуации. Так, это мясо, кстати говоря, не рассказала про него. Вот эту коробку с этим мясом я купила в Кусвилл. Вот именно как раз-таки это для вторых блюд. Оно очень-очень мягкое, очень хорошего качества. Тут нет каких-то там прожилок и прочего барахла, которое не дает мясу быть мягким и его очень легко жевать. Так что вот это мне по качеству нравится больше всего. Турка-пофея. Это мой отпечаток. Это мой отпечаток. Турка-пофея. Это мой отпечаток. Турка-пофея. Подруженцы, наш обед, пока котенок спит, я уже тут принялась готовить. Что у нас тут получается? Значит, обед у нас будет из двух блюд. Каждый будет есть, что захочет. Значит, здесь я порезала очень вкусные помидоры, зелень, потом у меня здесь шпинат, айсберг, авокадо, в нашей семье его очень много всегда, безлактозная моцарелла. Потом для Рэма отдельно порция будет без листьев салата, потому что он все-таки их не очень любит, пока не понимает. Тут помидорки, потом здесь курочка, тут куриный фарш приготовлен специально для Рэма и моя любовь всей жизни – это песто. Это прекрасный песто из вкусвилл, он какой-то прям очень-очень вкусный, очень качественный. И вот это все я буду миксировать сейчас. Вот такой обед я готовлю в очень жаркие дни, летом, когда в целом сильно-сильно некомфортно, и ребенок не хочет есть тяжелую еду. В любом случае здесь есть и мясо чуть-чуть, и овощи, и оливковое масло, ну и короче, такой еду он будет есть. Даже если он не захочет, но предложу ему второе наше блюдо, то есть это нашу говядину, и там будет отдельный гарнир. Но в целом вот такой вот салат, он как бы с одной стороны легкий, с другой стороны достаточно питательный. Что касается взрослых, в общем, взрослую нашу мисочку я добавлю сейчас все то же самое, только еще сюда у нас заходит айсберг и шпинат. Писать рецепты не буду, потому что вы знаете, что я вообще нифига не кухарка. И в целом это не моя история, да и времени у меня нет. Сори, извините, я вот такой вот какашка-блогер. Поэтому кому интересно и кто не может придумать какие-то новые рецепты, новые идеи для легких блюд, вот ежедневных для семьи, для малышей, себя, ну как бы, понятное дело, никакую Америку я вам не открою, но в целом можете просто шаг за шагом смотреть, что мы тут в органе, ну и как бы повторить. Вот, тем временем у нас тут салат, как бы преображается, добавляю немного соли, и все, салат готов. Можно уже приступать к нашему второму блюду, которое тоже приготовилось. По мясу, что у нас, смотрите, прелесть вся заключается в том, что практически весь жир, самый адский, он остается в кастрюле вместе с луком и прочей красотой. А у нас на тарелке получается вот это. Ну, мне осталось еще продегустировать. Я, правда, не пробовала, но на вилку вроде очень мягко. Накалывается все вроде хорошо. Значит, тушила это все я 2 часа. И, следовательно, вот будем пробовать. Потом у нас здесь обычная гречка, кабачки тоже у нас запеклись. Ну и вот салат с окурочкой. Короче, кто что хочет, тот и ест. Вот такой вот у нас обед. Малыш еще спит, поэтому мы будем приступать без него. А он свою вот эту красотинь поест уже, когда проснется. Давай, Арсик, режь. Вроде мягкая. Ленка, на вкус что? Очень вкусно. У тебя? Вкусно. Короче, говорят, мясо огонь. Котенок проснулся. Дай, котенок. Ням-ням-ням. И я решила все-таки ему в салатик добавить еще гречки. Изначально дома может быть киноа. Ну, в общем, мы добавили гречку, и все замечательно. Дай. Ням-ням-ням. Сонный котенок недовольный. В общем, котенок недовольный и еда вкусная. Так, что у нас из перекуса, который мы берем с собой, ребенку даем? Первое. Я в прогулку беру с собой грушу или яблоко. Одна штука. И наши самые-самые любимые пюрешечки. Это вкусвиллские пюрешки. Здесь яблок, банан, малина, вишня. И вторая пюрешечка яблоки, груши, персики. Плюс ко всему мы можем купить ребенку или какие-то овсяные печенья. И также он любит очень круассаны. Я могу просто ему дать либо круассан сыром, либо просто сливочный круассан. И в целом это может быть его перекус, например, в машине, в дороге, в прогулке и так далее. Больше ничего я по объему не беру. Вода. Ну и если мы где-то задерживаемся на прогулке, не успеваем приехать домой, он может немного перекусить там то, что мы, например, в кафе, если сядем, то, что мы едим. Собственно, этим мы сегодня и займемся. Мы поедем погулять. И очень хотим сегодня попробовать пиццу. Собственно, отомстить своему Зожу и вот всей нашей хорошей еде от прекрасной пиццы. Так что, надеюсь, мы сегодня ее отведаем. У нас тут печенька для Бублика в машине. Давай. Руза, дай ему печеньку. Котенку. Так, мы тут приехали вот в такую штуку. Исключительно, чтобы поесть. Поэтому это попадает в сегодняшний выпуск еды. Иду, 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 котенок, иду. Давай. Ну, давай. Бутик. Ну, нет, сейчас на руки тебя не могу взять. Иди с папой. Ну, в общем-то, такая вот красота. И тут какая-то невероятная пицца. А этот? Котенок. Ну-ка, покажись. Вот так вот мы сегодня нарядились. Молодец. Ты впечатлена? Русский сигарет, да? Русский, в принципе, впечатлительный человек. Мы сели внутрь. На улице жутко жарко. Здесь, как бы, тоже не холодно, но... Ну, в общем, мы вот сядем здесь. И тут народу меньше, поэтому как-то безопаснее. Потенок тоже готов. В общем, сейчас будем есть. Нас тут все-таки пересадили на улицу. Ну, просто потому что вот здесь так. И внутри оказалось все-таки слишком душно. И что-то прям тошно. Поэтому мы все-таки переехали сюда. Так, что мы пить будем? Тут клубника-базилик. Манго-маракойи, естественно, для мамы. Потому что я хочу жутко пить все время. Ну, и Рузита-водичку. Зожа грустный и печальный. Подружки нам принесли вот эту. Представьте, что это за размер. А, в общем, здесь у нас два вида пиццы. Значит, четыре сыра. Ну, вот по факту три. Потому что мы убрали голубой сыр с плесенью. И потом у нас, по-моему, прошутто. И, в общем, с этой пиццечкой у нас начинаются кайфушки выходного дня. Значит, мы, несмотря на то, что пытаемся все-таки в моей беременности в целом питаться здоровой пищей, все-таки раз в недельку вот такое вот себе позволяем. Поэтому пять метров пиццы и огромное сегодня у нас удовольствие. Арсик будет орудовать теперь ножом. Сейчас, котенок, будет тебе тоже пицца. Погоди. Ленке отдаю тарелки. Ленка, держи тарелки. Опа! О, золото! Так, котенку, тут клюквенный морсик у нас. Сейчас бутик мы тебе положим. Так. Давай, котенку. Я ему сыром только положу мелкому. Вот так вот кусочек сыром. Сейчас мы его и порежем. Это малышу. Ну, в общем, Рэм тоже любит пиццу. Редко он ее ест. Но, тем не менее, вкусняшка. А у вас спрашюты там грибы или что еще у вас? Класс. Ну, а мне тогда с сыром. Ну, как? Хорошая? Ну, класс. И это моя. Котенка, очевидно, тоже зашла. Мы приехали домой, котенок уставший. Жара просто, 30 градусов, жуть. Так, что у нас по еде? Значит, вечер у нас каша. С кашей у нас такая история. Сейчас буду его подкармливать и вам рассказывать. Я ему буду ассистировать, поскольку поздний вечер ты будешь вытирать свой рот. Держи. Что у нас получилось с нашей гастрогулянкой? В общем, Рэм пиццу толком-то и не поел. Просто там пару кусочков съел. А мы прям насладились в полной мере. В наказание за это мы прошли 9,5 километров, почти 10. Ну, в общем, считаем, что долг свой выполнили. Вот. А Рэм сейчас быстренько поест кашу. Как вы видите, у него легкая OCD. Рот надо вытирать после каждой ложки. Вот. Это как уже поздно мы приехали. И в целом будем укладывать его позже, чем обычно. Поэтому я ему сейчас помогу и его подкармлю, пока он смотрит мультик. А мультик у нас тут, господи, его вечерние песенки, убаюкивающие лалабай. В общем, там поют кошечки-собачки. Ну, и он сидит, он не глазеет и вытирает свой рот. Вот. Каша у нас сегодня пшеная. Так как у нас анализы все прекрасные у ребенка, то есть нет никакой недостачи там полезных веществ, Я уже сейчас кашу варю ему на молочке. Во-первых, вкуснее. Во-вторых, ну, как бы просто, потому что окей. Раньше варила на воде, чтобы каша не вытягивала... Вернее, чтобы молоко не вытягивало из каши полезные вещества, такие как, например, кальций. Вот. А тут вроде все хорошо, поэтому можно и на молочке поесть вкусную кашку. Могу добавить туда банан или фрукт, но сегодня как-то не буду особо этим увлекаться, поскольку из своего перекуса он съел... Что он съел? Пюрешку фруктовую. Ну, как бы фруктов уже хватит ему на сегодня. Вот. Поэтому в целом он кашку сегодня на молочке просто, но без фруктиков ест. Ну, все. Сейчас мы доедим и будем отправляться спать. Да, котенок? Все. Быстренько давай утирай рот. Доедай. И спатушки. Бойтик. Прошел все по центру Петербурга в жару. Ну, народу много, как обычно, но мы, в общем, пытались лаверивать, чтобы в толпу особо не попадать. Да, бутерброд? Ну, в общем, такой у нас сегодня день, баба. Так что, надеюсь, вам было интересно, полезно посмотреть, что мы жарим. Мы поесть любим, как вы знаете. Ну, и в целом мы уже все. Готовы отправляться с падушки. Да, котенок? Давай, скажи бабу пока. Скажи пока. Подружкам скажи пока. Пока, бабы. Ладно, все. Увидимся с вами в четверг. Чиорио. Давайте все, пока. Эх. Ну, все, выступление прям. Молодец. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»